Депутаты Госдумы предлагают ввести детский жилищный вычет. Поговорим об этом с депутатом Законодательного собрания Краснодарского края, членом Комитета по вопросам законности и защиты прав граждан Николаем Трикманом. Николай Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Скажите, в каком случае на него смогут рассчитывать молодые семьи? Здесь вопрос как. Допустим, первое, что в какой сумме будет гаситься, какая сумма вычитывается из ипотеки, то есть там предполагается в проекте закона, если, допустим, в период, когда вы взяли ипотеку, рождается ребенок, то высчитывается за счет государства, то есть списываются долги у гражданина. И второй вопрос. Не связано ли это будет с тем, что все-таки материнский капитал потом отменят? Потому что государство, наверное, не в состоянии искать средства в бюджете и гасить ипотеку за счет рождаемости детей. Цель понятна, мы знаем почему. Почему? Это, безусловно, решение вопросов демографии, стимулировать. Стимулировать также и строительные организации. Конечно, если мы, допустим, сегодня за счет ипотеки, за счет того, что рождается в семье или увеличивается членов семьи, то, безусловно, это очень хорошая мера, ее нужно поддерживать. Но вопрос в другом. Что-то там мы потеряем. Или материнский капитал потеряем. Или, может, мы все-таки, будет увеличена сумма та, которая будет предполагать, допустим, ну, вот родился один ребенок, вы взяли в ипотеку, там, ну, одну комнатную квартиру. Сколько там? Пять рублей с вас, может быть, погасит. Или еще какую-то сумму. А может быть, в связи с этим, может, надо усовершенствовать закон о материнской капитале. Скажите, о каких процентах идет речь? А вот сегодня ничего мы не можем сказать, потому что, я вот сказал, мы не знаем сегодня, какая сумма будет выделяться семье, где появился ребенок. Мы не знаем. Это только проект, который вот осматривает комитет по социальной политике. Потому что 90% материнского капитала идет на погашение кредитов по, разрешили, по, допустим, по приобретению жилья. Если раньше, допустим, в основном шло на воспитание, обучение, вот уже, когда ребенку ставят, ну, где-то поступать, сегодня уже разрешили его использовать и для погашения вот ипотеки. Как сейчас происходит поддержка молодых семей? Если молодая пара, ну, к сожалению, у нас сегодня только эта ипотека. Вот, к сожалению. Поэтому, я еще раз говорю, необходимо, все-таки услышали нас в Думе, необходимо решать вопросы. Кстати, предусматривается еще строительство, скажем так, арендного жилья. Вот, допустим, строить за счет государства и за счет, вот, госкорпорации, строить, вот, арендное жилье, это, типа, как переходный период. Допустим, если вообще нигде жить, то берут, арендуют, по льготной, а затем уже, когда вступает или берут ипотеку, заселяется и начинается процесс. Допустим, если вы платите за жилье, за жилье, вот у вас в ипотеке жилье, то по концу года налоговая инспекция пересчитывает и возвращает им, вот этот подоходный налог 13% тем семьям, которые платят именно ипотеку. И я думаю, что это правильно. На наши вопросы ответил депутат Законательного собрания Красноярского края Николай Турикман. Николай Васильевич, спасибо вам большое.